я приветствую всех на телеканале беларусь 4 эта программа добрый вечер гомель на календаре у нас сегодня заканчивается прекрасный день 26 октября уже в это воскресенье автомобилисты будут отмечать свой профессиональный праздник который так и называется день автомобилиста так что без преувеличения можно констатировать что история наземных транспортных средств началась ну конечно же с изобретением колеса но менялись времена ускорялся темп и ритм жизни и сейчас нам уже никак не обойтись без автотранспорта который окружает нас повсюду автомобили троллейбусы автобусы транспорт конечно же играет огромную роль в нашей повседневной жизни так что сегодня этим вечером в программе добрый вечер гомель на телеканале беларусь 4 мы одними из первых поздравим автомобилистов с их профессиональным праздником ну а в гости к нам придут люди которые знают про автомобили и автоиндустрию все и даже чуть больше автомобили незаменимые с каждым годом их количество на наших дорогах становится все больше и больше автомобиль стал скоростным транспортом благодаря чему мы имеем возможность с молниеносной скоростью перемещаться из пункта а например в пункт б но за всем этим за всей этой ситуации нужен контроль друзья у меня в гостях сегодня временно исполняющий обязанности по должности заместителя командира батальона дпс гаи овд ольга резвякова ольга здравствуйте проходите к нам в студию спасибо что этим вечером накануне вашего я надеюсь профессионального праздником в том числе вы заглянули к нам на огонек добрый вечер александр хотелось бы начать нашу беседу с такого вопроса вот каждому времени года характерны свои особенности вот если они в дорожной обстановке да конечно погода играет очень большую роль в аварийности на наших дорогах сейчас пришла осень а с ней пока видимость на дороге заморозки это скользкость проезжей части утром и вечером и все это конечно играет свою роль а сейчас в основном у нас идет такой вид на дороже транспортных происшествий как наезд на пешеходах это чем связано это связано с темным вредными суток все-таки водитель поздно в некоторый момент видит пешехода и не может уже предотвратить наезд мы уже как-то затрагивали когда вы у нас были в гостях это было накануне нового учебного года о том что в этот период нужно быть особенно внимательным но сейчас собственно говоря не за горами детские каникулы осенние о чем нужно помнить водителю и какие скажем так меры профилактически можно нужно применять в данной ситуации на дорогах для каждого автомобилиста особо надо быть внимательным водителем если мы говорим про город это конечно же в районе проезда пешеходных переходов к сожалению у нас в городе не пропуск пешеходов на пешеходных переходах является основной причиной дороже транспортных происшествий поэтому и заранее заблаговеременно особенно вблизи учреждений образований водителя видя знак пешеходный переход и учитывая покрытие уже заморозки начались сегодня первый снег у нас был вот надо учитывать это заранее и уже по при подъезде пешеходного переходу необходимо уже снижать скорость заморозки уже появляются сегодня как вы сказали уже и первый снег но я думаю нужно и озвучить и напомнить до какого же периода необходимо переобуть свой автомобиль согласно нашего законодательства шины должны быть установлены с 1 декабря но погода диктует свои условия конечно же уже сегодня многие водители спохватились и начинают перебывать свои автомобили многие уже и до этого переобули конечно же надо в первую очередь смотреть не на закон на дорогу условий на закон своей безопасности конечно все-таки день автомобилиста так что говорись мы будем сегодня большей степени про автомобилистов сегодня автомобилист становится моложе или все-таки люди посоленние возрасте садятся за руку вы знаете тентенция последних наверное 10-15 лет такова что у нас водительское удостоверение возможность получения его с 18 лет и многие уже именно подходя к этому возрасту не откладывают долгий ящик и приходят в школы автоучебные и проходят обучение то есть сейчас в основном именно молодежь так вот сразу же пытается получить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами но хорошо соответственно я так понимаю автомобилей с каждым годом становится все больше на наших дорогах до автомобилей у нас постоянный прирост и этот прирост уже у нас идет десятилетиями можно сказать сейчас у нас в гомельской области на каждого третьего жителя приходится автомобиль то есть можно с уверенностью сказать что в каждой семье это много но это много если сравнивать мы как-то проводили анализ с соседними нашими областями в брянской области приходится чуть меньше автомобилей зарегистрировано приходится на душу населения и самый низкий показатель это в черниговской области можно говорить о том что и сравнивать нас соседями у нас самые загруженные дороги и улицы хорошо автомобилист становится моложе а автомобили все таки вы наверно тоже следите за этой ситуации за обстановкой автомобили становится моложе или сейчас автомобили стали более доступными и конечно же это сыграло свою роль очень многие водители покупают новые автомобили и если так смотреть по именно потому как регистрируют это либо новый автомобиль либо автомобиль как старше пяти лет Вот они примерно в одинаковом количестве, а вот именно такое, как 2-3-4 года, уже очень мало регистрироваться. То есть человек уже старается купить либо новый, у него есть возможность купить, он уже добавляет, как-то там выходит из положения, чтобы уже совершенно новый автомобиль купить. Если уже нет, то это автомобиль старше 5 лет. Вот забегая наперед, хочу нашим зрителям сказать, что о том, на какие тонкости обратить внимание при выборе автомобиля, при покупке автомобиля, мы поговорим безусловно этим вечером, но немножко позже. Вот для вас День Автомобилиста насколько значим? Потому что я знаю, вы тоже, скажем так, девушка за рулем. Для меня, вы знаете, сейчас этот праздник, можно так сказать, народный, что если кто-то управляет автомобилем, День Автомобилиста это твой праздник. Но на самом деле это профессиональный праздник. И сейчас все работники автотранспортной отрасли отмечают этот профессиональный праздник. И на самом деле его название не просто День Автомобилиста, День Автомобилиста и Дорожник. Так что наши строители наших дорог автомобильных также отмечают профессиональный праздник. Это действительно такой профессиональный праздник. И для меня он тоже профессиональный. потому что я в свое время училась на специальности управления и организации движения на автомобильном транспорте. И с 17 лет, как стала студенткой первого курса Белгута, вот этот праздник постоянно мы группой отмечали. И вот воспоминания, одно из студенческих таких воспоминаний у меня связано с Днем Автомобилиста. И стал практически уже профессиональным. Да, да. Заговорили вы о том, что не только люди за рулем, но и те, кто делают дороги, отмечают праздник этот. Дорожные территории сегодня снабжены и различными гаджетами, и девайсами, которые направлены на улучшение состояния безопасности на дорогах. Насколько они эффективны? И вот, может, что-то внедрили уже в этот период, этой зимой? Вы знаете, у нас, конечно же, современный мир меняется, да, очень быстро, поспешно, и мы попытаемся за ним успеть. Просто вы должны посмотреть, это и лежачие светофоры появились, и еще какие-то интересные штуки, которые нет. Да, у нас очень много информационных табло, которые предупреждают водителя о состоянии проезжей части информационных. Очень так хорошо, вот кажется, мелочь, да, но у нас на улице Кирова стоит информационное табло, смайлики, да, если скорость твоя безопасная, да, он зеленый улыбается. Если с превышением скорости, о, грустный смайлик красный, кажется, всего ничего, но это хорошая профилактическая мера. Многие увидят красный, и сразу снижается скорость, тем более, что там рядом учебное заведение. И вот мелочь, но она играет свою роль. Вот я полностью с этим согласен, друзья, ваши аплодисменты. Ну а вот какими гаджетами укомплектован автомобиль моего следующего гостя, узнаем буквально через мгновение, потому что он уже торопится в эту студию присоединиться к нашей беседе. Приготовьтесь его встречать. Друзья, Макс Лоренц сегодня у нас в гостях. Макс, привет, рад тебя видеть, потому что слежу за твоей жизнью только в инстаграм и в соцсетях. Наконец-то вернулся после больших гастролей и по побережью, и в том же городе Одесса, наконец-таки домой. Так что привет. Привет. Позвал я тебя сегодня не просто так, поговорить, но не только о музыке, но вот, ты знаешь, еще никогда я не раскрывал тебя для себя и для зрителей, для твоих поклонников с точки зрения Макс Лоренц, автомобилист. Потому что я часто застаю тебя, ну вот когда звоню в разговоре, ты говоришь, я за рулем. Да, это правда. Скажи, пожалуйста, вот чем, кем проще управлять, транспортным средством или всем твоим большим музыкальным коллективом? Если смотреть философски, то начинающему автомобилисту, кто первый раз сел за руль после, наверное, сдачи, да, экзамена, конечно же, сложнее с транспортным средством управлять, потому что все самотошно, немножко волнение присутствует, да. Но когда ты уже ездишь за рулем постоянно, как я, допустим, я в течение пяти лет, но я наездил очень много. То есть ставишь у тебя водительски пять лет? Пять лет, да. Но это пять лет, считайте, что практически каждый день на разные расстояния. Вот. И, конечно же, машина это просто мой аватар. То есть как только я за нее сажусь за руль, я сразу с ней сливаюсь, и это и мой второй дом. Мне очень комфортно, удобно. Там, естественно, я все делаю на уровне автоматизма. И если сравнивать с этим фактом, то людьми управлять, естественно, тяжелее, особенно творческими, поскольку все с амбициями. Это не автомобиль, это не робот, и здесь без коммуникабельности и дипломатичности никак не получится договориться. Ну, насколько я знаю, даже по собственному опыту, автомобили тоже бывают не роботы, а очень даже одушевленные предметы. Вот мне захотел и не поехал. Для этого нужно вовремя посещать станцию техосмотра. Как часто ты посещаешь станцию техосмотра? Знаешь, так как для меня безопасность моей семьи, меня и движение остальных автомобилистов превыше всего, я не довожу никогда автомобиль до критического состояния. Лишний раз, если нет времени, я имею возможность всегда, особенно в дальнюю дорогу, предварительно быстренько самому проверить, что у меня не так, в порядке ли у меня охлаждающая жидкость, правильно ли работают тормоза. Чтобы стекла были не запотевшие, чтобы была видимость обзора. Это я всегда делаю перед ответственными какими-то дорогами в плохую видимость или в плохой, допустим, погодный день. И стараюсь этим самым обезопасить себя и сделать свою дорогу намного безопаснее и комфортнее для себя. Автомат или механика? Было несколько автомобилей на механике, но последнее это уже автомат, поскольку, наверное, все-таки меня переубедила и жена, что так как я постоянно принимаю звонки, мне проще все-таки машина-автомат, плюс я не планирую никогда в дороге разговаривать по телефону в руке, и у меня хендс-фри просто в машине все. То есть я подключаю свой девайс для того, чтобы в любой момент автоматически ответить на звонок. Так. Впереди зимний сезон. Вот мы уже с Ольгой обсудили то, что по закону 1 декабря крайний срок или уже в 1 декабря нужно переобуться? Да, 1 декабря мы уже должны быть только на зиме. То есть 1 декабря можно уже даже, ну как бы это последний вагон считается? Нет, 1 декабря это первый день, когда необходимо быть либо на зимних шинах, либо на все сезонки. Макс, какие мероприятия ты уже, скажем так, выполнил в плане подготовки к зимнему сезону? У меня машина всегда готова. Единственное, что да, надо резину зимнюю купить хорошую. Вот. А так у меня с ней никогда проблем нет. Вот сейчас к нашей беседе подключится еще одна наша гостья. Представитель филиала оптовый центр Гомельшина ОАО Гомельхимторг Надежда Самофалова. Друзья, ваши аплодисменты. Здравствуйте. Доброго вечера. Проходите, пересаживайтесь. Надежда, Макс собрался покупать шины. И я думаю, что к вам в салон тоже приходят люди с вопросом приобрести шины к новому сезону и к автомобилю. Вот вы как специалист, наверное, знаете ответ на вопрос, сколько пар шин должно быть у машин. Ну вот как у человека очень много обуви должно быть. Ну, безусловно, конечно же. Учитывая, что шины являются основным элементом ходовой системы автомобиля, они должны обеспечивать, как Макс сказал, что безопасность его, его семьи и в различных погодных условиях, будь то снег, будь то дождь, будь то грязь, в конце концов, устойчивость, безопасность. Поэтому, идя навстречу капризам погоды и климатическим условиям, безусловно же, автомобиль должен иметь две пары. Или два комплекта шин. Комплект летних шин и комплект зимних шин, конечно же. Ваш салон что сегодня предлагает автовладельцам? У нас широчайший спектр товаров для автолюбителей. Ну, если разговор зашел о шинах, то хочется отметить, что большой ассортимент и летних шин, и зимних шин, и все еще популярных всесезонных шин. Вот, кстати, по поводу всесезонных мнения расходятся. Одни говорят, что всесезонные можно использовать в любое время года, но встречаются случаи, скажем так, когда автовладельцев можно услышать. А вот у меня всесезонные шины, скажем так, подверглись, ну, не то что критике, а сказали, что запрещены в зимнее время. Вот кому бы адресовать вопрос, или вам, Ольга, чтобы разъяснить этот момент. Как же все-таки быть со всесезонными? На весь ли сезон их можно обувать на машину? Можно одевать. Всесезонные шины, они допустимы правилами дорожного движения. Так что, кто уговорил о том, что нет, они не правы. Ну, я все-таки, я прошу прощения, я добавлю, ну, учитывая, что всесезонная шина, она все-таки для умеренных каких-то погодных и климатических условий, когда не происходит резких перепадов температурных, в том числе, там, дождь-снег. И, наверное, если эксплуатируется активно, как вот, например, как МАКС ездит, да, то тогда все-таки рекомендовано сезонную шину использовать. Она более надежная, она позволяет сохранять устойчивость и, ну, надежность на дорогах, это очень важно. Технологии, безусловно, не стоят на месте. Какие инновации применяются при изготовлении продукции, которая представлена в ваших магазинах? Вопрос задается рассчитан на то, что вы все-таки лучше нас всех здесь находящихся знаете, как же они изготавливаются, сам техпроцесс. Я хочу сказать, что мы являемся официальным представителем и дилером нашего белорусского производителя, акционерного общества Белшина. Мы сотрудничаем более 12 лет и, безусловно, вся продукция этого производителя представлена и у нас в салонах и имеется на наших складах. Что хочется сказать, что за последнее время, пять лет назад, началась реконструкция производственных мощностей и сейчас шины Белшины уже совсем другие. Это поколение современных, надежных, устойчивых и безопасных шин. И что хочется сказать, что у них значительно вырос ресурс, что немаловажно. Для шины это очень хорошо, да. Новые технологии резиносмешения позволили достигать износа устойчивости высокий, индекс износа устойчивости. Я сейчас не буду наших уважаемых зрителей этими терминами грузить, но покупая шину чуть-чуть, даже не чуть-чуть, наверное, по такой же цене, вы имеете возможность эксплуатировать ее долго. Это немаловажно. Шина, она легко катится. Если она не вызывает сопротивление, значит, вы экономите топливо. Экономия топлива... Безусловно. Это зеленые шины, поэтому можно считать шины, которые мы представляем у себя, современными, надежными и даже более экологичными, чем это было раньше. Знаете, что я предлагаю сейчас сделать? У нас сегодня в студии находится часть витрины из вашего магазина. Я предлагаю нам занять в магазине место продавца-консультанта. Ну, я так как ведущего веду прямой эфир, я там тоже буду присутствовать. И в наш магазин придет популярный певец, музыкант и композитор Макс Лоренц. Друзья, поддерживайте эту идею. Давайте снимаем наши места. О, здравствуйте! Макс Лоренц пришел в наш магазин. Для нас большая честь видеть вас в нашем салоне. Вы человек современный, динамичный, постоянно передвигающийся на автомобиле. И я думаю, что поколение современных новых линеек, которые производитель озвучил, Artmotion, Artmotion Snow, Bravada и Astarte, это как раз соответствует вашим требованиям. Вернее, не требованиям вашим лично, а требованиям вашего автомобиля. Извините, я вас перебью. Макс, а вот когда ты приходишь в магазин подобного формата, с каким вопросом ты в первую очередь обращаешься к продавцу-консультанту? Есть ли шины на радиус дисков? Конечно. Все. Конечно. Это в первую очередь, чтобы было наличие этих шин. А потом я уже, допустим, узнавать буду, что означает название, какое качество в интенсивном режиме или в более спокойном, что мне порекомендуют приобрести, допустим, на эту ближайшую зиму. Я хочу сказать, что в наших салонах около 70 моделей шин. Они представлены посадочным радиусом от 13 до 17. Поэтому, может быть, у вас несколько автомобилей, может быть, у членов семьи мы можем удовлетворить любой спрос, мне так кажется. Если вы выбирать будете летнюю шину, хотя сейчас сезон наступает зимний, как сказала Ольга, и пора-пора, и сегодня погода сказала, давайте-давайте поближе будем менять шины. Artmotion – прекрасная линейка летних шин. Она представлена диском 15-м, 16-м. А всесезонка, мы ее откомментировали сегодня, она тоже есть в различных модификациях, на различные диски представлена. Ну и что сейчас будет актуально для наших автолюбителей – Artmotion Snow. Прекрасная резина высокого качества позволяет устойчиво держаться как на снегу, так и на льду. Препятствует боковому скольжению за носом, устойчивое курсовое движение. Прекрасные ламели, они сохраняют, ну, пятно, так сказать, на асфальте. Если вашей группе понадобится коммерческий транспорт, грузопассажирский, так называемый, у линейка Астарта, мы тоже представляем, и Бравада в том числе. А Бравада очень хороша. Она для динамичных людей, на внедорожнике, и рассчитана на автомобили зарубежного производства. Надежда, а можно вам задать небольшой провокационный вопрос? Все-таки давайте согласимся, что почему-то устойчивое мнение у многих автомобилистов, что, например, шины производства каких-то всемирно известных брендов – ну, это вот то, на что стоит тратить деньги. Ну, когда слышат, например, бренд «Белшина», как-то немножко с снисходительной улыбкой. Защищайте, пожалуйста, ваш бренд. Я хочу сказать, что многими людьми движет некая костная убежденность, вот единожды или давно столкнувшись с какой-то ситуацией, может быть, не совсем приятной, да, они двигаются по этому мнению и не хотят попробовать, как сейчас этот бренд представлен, да, и что это продукция, и какой он товар качественный, что когда-то 5-10 лет назад кто-то сказал, что это плохо. Мы сейчас говорим, что это хорошо, это надежно, это достойно, это уважаемо, вполне престижно, потому что, ну, скажем так, давайте говорить о трети белорусов, которые выбрали шину «Белшины», да? Вот, не стыдно предлагать, потому что они, эти шины входят в сегмент экономных шин и надежных шин. У них очень высокий ресурс, понимаете? Производитель дает 5 лет гарантии, 5 лет гарантии, вот, и в линейке шин, которые предлагают, ну, общеизвестные бренды, я не буду сейчас их называть, мы сейчас не о них, да, наши конкурируют, как я уже говорила, новые технологии и зарубежные, немецкие станки, словацкие станки, как я говорю, технологии, и производитель говорит о том, что надо расширять линейки. Сейчас мы готовы, ну, я думаю, что в скором будущем мы предложим ожидаемые шины радиусом 18, и производитель работает над шинами радиусом 20. То есть, если я правильно понимаю, то линейки шин в ваших салонах будут только увеличиваться? Конечно. Друзья, ваши аплодисменты. Макс, ты когда-нибудь давал интервью в магазине шин? Нет, ну... Позволь тебе задать всего лишь один вопрос. Все-таки не могу не поинтересоваться твоими творческими планами. Впереди Новый год. Чем будешь удивлять своих поклонников? Сейчас работаю над треком, очень для меня важным, он называется «Притяжение». Вот, и планирую в ближайшее время сделать большую презентацию этого трека на радиостанциях нашей страны и зарубежья ближайшего. Так что приходи со своими новыми творениями и к нам в эфир, будем тебя рады видеть. Друзья, Макс Лорен сегодня был у нас в гостях, ну а дальше, дальше мы поговорим, как выбрать автомобиль, куда для этого лучше отправиться. Не переключайте наш телеканал, совсем скоро мы вернемся в эту студию. Итак, друзья, наш прямой эфир на телеканале «Беларусь-4» продолжается. Напомню, что сегодня наша программа «Наш вечер» посвящен замечательному празднику, который будет уже в это воскресенье, День автомобилистов. Поэтому у вас есть уникальная возможность одними из первых поздравить всех людей, которые связаны и с транспортом, и с производством дорог, по которым ездит этот транспорт. В общем, всех своих автомобилистов поздравляйте сегодня. У нас в эфире можете позвонить, а можете написать к нам вайбер, который, к слову, уже давным-давно ждет ваше послание, ваше сообщение. Ну а мы продолжаем. Вопрос такой. Выбор автомобиля. Загласитесь, вопрос серьезный и крайне ответственный. И найти на него ответ помогут мои следующие гости, которые я с удовольствием приглашаю в эту студию. Сергея Кудленкова, Яна Лукашева, представителей компании «НТС». Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти. Здравствуйте. Как прошел ваш день? Много ли людей сегодня интересуются автомобилями и идут в салон «НТС» именно с целью стать счастливым автовладельцем? Даже растерялся, кому первому задать вопрос. Яна, давайте с вас. Давайте. Сегодня у нас было достаточно покупателей. У нас было много тест-драйва сделано. В частности, это был автомобиль «Фольксваген Тюгуан», который на сегодняшний день, если многие следят за автомобильным миром… За автомобильной модой, может быть. Модой, да. За автомобильной модой. Он у нас лидирует по продажам. Он же и лидирует у нас на тест-драйвах. Автомобиль, наверное, уже в городе начали появляться, потому что многие покупатели наши ждали этот автомобиль с недерпением. Удивило то, что многие покупатели для себя этот автомобиль заказывают. То есть мы четко подбираем комплектации для каждого покупателя. И очень много заказных у нас автомобилей. То же самое, что в большей степени мы и занимаемся днями на своей работе. Подбираем каждому покупателю. Хорошо. Раз зашел уже разговор о том, что покупатели заказывают там… Индивидуальные комплектации. Индивидуальные комплектации. Индивидуальные комплектации, да. Спрошу подругому, что сегодня хочет автовладелец? Какой вот автомобиль должен быть автомобилем его мечты? Есть ли какие-то, скажем так, определенные элементы, которые, ну вот, все без исключения хотят в своем авто? Это комфорт. Это надежность. Экономичность. Потому что автомобиль… Что значит экономичность? Автомобиль должен быть сам по себе экономичный. В дальнейшем в эксплуатации, то есть обслуживание его должно быть доступным. Ну, в принципе. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Гомер. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здрасте. Меня зовут Герасим. Я хотел бы поздравить гомерских водителей с наступающим праздником с Днем Автомобилиста. Пожелать им хочу всегда хорошей дороги и удачи в дороге. И подарить им стихи «Гомерский дальнобойщик». Ну, если коротенько. Ну, тут не получается, я написал специально. Чувство дорожное, чувство тревожное. Что там удали за чертой? Крутой поворот и опять невозможное. Сделал водитель, спешащий домой. У Гомер осенний, к жене молодой. Были в пути его разные встречи. Возди и жезлый шофер обходил. Он не жалел свои сильные плечи. Всем помогал он и всех подвозил. Если у водителей что-то такое, летчикам их никогда не понять. Братство. Братство дорожное дело святое. Вовремя с речным фарой моргать. Селится лентой шашавой дорога. Снова поет Овсиенко свой хит. Про дальнобойщика грустный немного. Сердце романтика вновь бередит. Дремлет напарник за шторкой в кабине. Радио тихо играет шансон. Райские яблочки пахнут в корзине. Дождик осенний склоняет на сон. Мчит дальнобойщик. Вращает планету. Нерв земли. Ее жизнь не то. Говорят, что счастья в мире нету. Есть оно. Поверь, дружок. Но разве не счастье? Не музыка рая. Вернувшись с дороги услышать привет. Любимой. Прихожей. Ее обнимая. И видите в глазах его радостный свет. Удачи вам, дальнобойщики. Спасибо вам за прекрасные стихи. Эти аплодисменты, Герасим, вам. Спасибо вам за ваш талант. Спасибо за пожелание и поздравления. Но все-таки продолжим выбирать сегодня автомобиль. У нас сегодня компания НТС в гостях этим добрым вечером. Сергей, вот что сегодня предлагает компания НТС? Сегодня мы предлагаем три автомобильных марки. Это Volkswagen, это Skoda и это Audi. Мы продаем новые автомобили. Мы продаем поддержанные автомобили, которые люди сдают нам в трейд-ин. Это так называемые автомобили в зачет. Сданные людьми. Люди сдают свой старый автомобиль и берут себе новый с доплатой определенной. Хорошо. Предположим, новичок решил, вот получил автомобильное удостоверение, готов выехать на большую дорогу. Куда ему отправиться лучше покупать? В салон или куда-то в иные места? Ну, конечно же, мы рекомендуем в салон. В первую очередь это спокойствие для самого. Так как водитель новый, не уверенный в себе, он не разбирается в автомобилях. Ему сложно будет в случае чего чинить эти автомобили. Новый автомобиль это спокойствие, в первую очередь для человека. Ему не надо думать минимум три года, что с автомобилем что-то случится, потому что у нас всегда официальный сервис поддержит, гарантийное, послегарантийное обслуживание. У нас есть замечательная программа при покупке новых автомобилей. Я хотел спросить, что покупатель получает в комплекте с автомобилем, кроме спокойствия и, скажем так, хорошего настроения, что все, я обладатель классной машины? Получает в первую очередь хороших друзей в лице нашего автосалона, так как своих клиентов мы впоследствии приглашаем на различные клиентские мероприятия, на Новый год, на различные презентации. Постоянно ждем его в салоне. Все клиенты, которые у нас приобретают автомобиль, автоматически становятся для нас друзьями. Они могут зайти, поздороваться, попить с нами кофе и получить хорошее настроение. Вот я уже задавал этот вопрос сегодня и Максу Лоренцу. Сейчас вот автомат или механика, скажем так, в большем почете? Есть различные предпочтения у людей. Кто-то приходит и говорит, я хочу только автомат, кто-то приходит и говорит, что я хочу только механику. Это все зависит сугубо от человека, от его предпочтений. Чего больше? Скорее всего, больше сейчас механики, потому что люди, наверное, в какой-то степени не очень доверяют автомату. Они хотят все контролировать, как и всю свою жизнь, и боятся, наверное, отдаться в руки автоматической коробки передач. Новую технологию. Да, новую технологию. Мужские и женские взгляды отличаются как-то при выборе автомобиля? Ведь вы, наверное, наблюдаете такие ситуации практически каждый день, в зависимости от того, кто приходит выбирать автомобиль. Вот расскажите об этом подробнее. Мужские и женские предпочтения? Значит, редко, наверное, встретишь, чтобы мужчины и женщины пришли вместе выбирать автомобиль. Если такие моменты встречаются, значит, обязательно будет ссора. Потому что... Ну почему же сразу ссора? Вдруг это такой творческий спор? Я хочу сказать, что в большей степени начинаются споры за цвета. Автомобиль зачастую планирует ездить вдвоем. Допустим, супруг и супруга, да? И получается, что когда начинает выбор до цвета доходит, обязательно это должен быть... Соответственно, какой цвет, если это женщина? Красненький? Ну почему? Может быть еще и розовенький. Розовенький, ну это уже редко, скажем так. В большей степени выбирают красненький. Из той же, опять же, палитры, которую может предложить Вольцваген, да? Самый яркий это либо желтенький, либо красненький. Мужчина, соответственно, темно-синий, черный обязательно. Металлик. Да. Женщины начинают выбирать датчики парковки себе, чтобы в козырьках солнцезащитных обязательно были зеркала, чтобы успеть подкрасить губы, да? Мужчины, в принципе, на это не застряют. В этом моменте, да. Ну и, соответственно, по коробке переключение передач. В большей степени женщины все-таки хотят автомат, потому что управлять на каблуках, наверное, все-таки удобнее, комфортнее. На автоматической коробке, ну и, соответственно, мы любим поболтать по телефону. Вот. Ну, у «Фольксвагена», в принципе, в любой модели, в любом автомобиле, в принципе, да, есть громкая связь. Хорошо, вы сказали про каблуки. А неужели «Фольксваген» наконец-таки стал тем первым производителем, который что-то сделал для того, чтобы в каблуках было удобно управлять? Потому что, когда я учился, всех девчонок из нашей группы заставляли с каблуков переобуваться в легкие тапочки или кеды без каких-то там излишеств в нижней части стопы. Я хочу сказать, что у «Фольксвагена», в принципе, что на механике, что на автомате, одно удовольствие управлять автомобилем. На каблуках. У нас есть тест-драйв, вы можете в любое время прийти. Со своей второй половинкой. Я думаю, сейчас вы можете рассказать, что такое тест-драйв от компании «НТС» и как стать, ну, если не участником, то зрителем его. Где это все проходит? Это происходит у нас в автосалоне. При желании вы можете позвонить, либо в удобное для вас время просто к нам заехать и сделать тестовую поездку на любом автомобиле, который вам понравится. У нас есть специальные автомобили, которые предназначены для тест-драйва, на которых мы имеем возможность выехать в город, чтобы вы попробовали автомобиль в движении, обзорность, маневренность. Соответственно, выехать за пределы города. Мы можем найти для вас такие условия, в которых вы, в принципе, каждый день, потому что, ну, эксплуатируете автомобиль, потому что есть кто-то в городе, и для них непринципиально выезжать на плохую дорогу, в населенные пункты, да, там, где нету, скажем так, асфальта. Соответственно, можно подобрать. То есть мероприятие занимает где-то 40 минут. Оно все бесплатно. От вас только водительское удостоверение и стаж вождение больше двух лет. Желательно. Отлично. Друзья, ваши аплодисменты. Вы знаете, за автомобилем, хорошо, предположим, есть человек, счастливый обладатель нового автомобиля из вашего салона, но безусловно. Вы обратили внимание, сколько их много стало в городе, счастливых обладателей наших автомобилей? Я обязательно обращу на это внимание, но чуть позже. Вопрос, который я хочу задать, немного не об этом. В любом случае, за автомобилем нужен соответствующий уход. Вот что вы можете предложить, что компания НТС предложит не только. Приобрести это хорошо, но дальше. Когда вы покупаете новый автомобиль. Вот Сергей уже заметил, что три года гарантии, спокойных, скажем так, три года. Минимум три года. Volkswagen сейчас дает пять лет гарантии на свои автомобили. Skoda дает три года на свои автомобили. Значит, что мы можем предложить человеку, который приобрел у нас новый автомобиль? Это техническое обслуживание. В первую очередь от официального дилера, которое даст человеку еще более спокойно чувствовать себя за рулем. И даст спокойствие в том, что он будет постоянно исправен. Так как у нас сертифицированные специалисты работают, у нас проводится постоянное обучение персонала. Техническое обслуживание в первую очередь нужно делать у официального дилера. А не где-то в каких-то гаражных условиях. Конечно, это где-то чуточку дороже. Где-то даже есть у нас различные акции, специальные предложения, которые даже временами дешевле, чем в гараже предлагают. Одно сообщение позволите прочитать из Айвера, которое немножко не оставило меня равнодушным. Уважаемые автовладельцы, давайте беречь свою жизнь и, наконец, начнем ездить согласно правилам дорожного движения. Алексей, все-таки и дороги у нас уже с модными гаджетами появляются, и автомобили с различными функциями, все для безопасности движения появляется. Но вот все-таки до сих пор у нас и такие сообщения появляются. Поэтому сегодня, наверное, как раз тот день, когда нужно вспомнить, напомнить и призвать еще раз соблюдать правила дорожного движения. Упомянули вы про акции. Хотелось бы немножко более детально узнать, какие же акции сегодня, возможно, к Новому году предлагает салон НТС. Сейчас зима у нас на носу. Все говорят о шинах. И, естественно, мы, в свою очередь, тоже со Шкодой уже при покупке нового автомобиля дарим шины с Вольксвагеном. Чуть позже запустим тоже новые шины в подарок зимние. Есть много сервисных акций, сервисных предложений, скидки на ТО. Допустим, сейчас у нас запускается подготовка к зимнему сезону, всевозможные проверки автомобиля, чтобы он отлично чувствовал себя в зимний период. Есть куча постоянных акций, таких как поздравления людей с днем рождения наших клиентов и дарим им скидки 20% на обслуживание. У нас есть много скидок, не скидок, а много финансовых инструментов, которые также предполагают скидки для приобретения новых автомобилей, различные финпрограммы. Мы разрабатываем с финансовыми учреждениями, банками, лизинговыми компаниями. Их очень-очень много. Для каждого человека, для каждого клиента найдется то, что именно нужно ему. То есть у определенных людей есть первоначальный взнос 10%, у определенных 20%, кто-то хочет 90% внести, и у него кусочка не хватает. Для любого человека мы найдем наиболее выгодные условия для приобретения. То есть можете удовлетворить вкус и пожелания даже самого взыскательного клиента. Ну вот можно забегая наперед даже сказать, мы сейчас разрабатываем уникальную акцию. Это рассрочка на новые автомобили 7 лет. Беспроцентная. По-моему, это заслуживает бурных и продолжительных аплодисментов. Ольга, есть ли у вас что-то добавить к этим замечательным предложениям и укреплению хорошей ситуации на наших гомельских дорогах? Конечно, необходимо к зиме нашей машину подготавливать. Очень правильно, что есть проверки. Хорошо, что на них есть акции. Я думаю, что порекомендую всем вашим клиентам и не только вашим клиентам посетить. Потому что зима – это проверка автомобиля на прочность. И важно, чтобы прочность была достаточной, чтобы пережить зиму. Ребята, спасибо вам большое за то, что этим вечером пришли к нам. Рассказали обо всех тонкостях и о линейках автомобилей, которые предлагает салон НТС. Честно, правда, теперь не буду мимо проезжать, а обязательно загляну к вам в гости. Для того, чтобы поздороваться. Ну а там уже, чем глядишь, Яна, вы познакомите меня со всеми автомобилями, которые представлены. Спасибо вам большое. Эти аплодисменты вам. Друзья, согласитесь, что крепче и лучше спицы, если любимая машина, конечно же, в безопасности. А вот обо всех тонкостях страхования и безопасности автомобиля поговорим сразу после небольшой рекламы. Друзья, очень много сообщений приходит к нам на Вайбер. Но в основном они касаются правил дорожного движения и безопасности. Безусловно, о чем же еще говорится накануне Дня автомобилиста? И, конечно, о автомобилях и о том, насколько наши дороги безопасны. И что каждый из нас должен сделать для того, чтобы ездить по и улицам, и трассам, и Гомеля, и Гомельской области. Было приятно и безопасно. И вы знаете, вот когда приезжают коллеги или компаньоны из каких-то других регионов, отмечают, что на территории Гомельской области все хорошо и безопасно. Так что давайте поаплодируем и всем тем людям, которые поддерживают эту обстановку. А я тем временем хочу зачитать еще одно сообщение. Я работаю на своей машинке, торговым представителем. Люблю свою машинку, как уменьшительно ласкательно. Она моя кормилица. Сообщение пришло от Натальи. Не стесняйтесь, пишите к нам в Вайбер. У вас осталось еще немного времени, пока идет наш прямой эфир. Ну, а я спешу продолжить нашу программу. Вот, вы знаете, недаром говорят, что автомобиль застрахован, но владелец спокоен. Что нужно знать каждому владельцу для того, чтобы жить и спать спокойно за свой автомобиль, расскажут мои гости, представители наших партнеров компании Белгострах, Оксана Грибы, Дмитрий Ливанчук. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Ребята, здравствуйте. Добрый вечер. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. На страховом рынке Республики Беларусь вы, ну, я, наверное, скажу, не ошибусь, если скажу, что лидеры. В страховании, знаете, все и даже чуть больше. Вот какие виды и формы страхования сегодня существуют? Александр, пользуясь случаем, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотела бы от лица Белгостраха и от нас лично поздравить наших автомобилистов с наступающим профессиональным праздником. Пожелать им успехов на дорогах и отсутствие страховых случаев. Вот. А если касательно вашего вопроса, то я начну, пожалуй, с форм. То есть существует две формы страхования. Это обязательно и добровольно. Обязательно подразумевает собой обязанность страхования, которую устанавливает государство. Ну, а, соответственно, добровольно по воле сторон. Если рассматривать виды страхования, то это личное, имущественно и страхование ответственности. Ну, так как мы встречаемся накануне дня автомобилиста, соответственно, и мне, и нашим гостям, и зрителям, и телезрителям хочется узнать все тонкости, которые касаются страхования автомобиля. Ну, вот что и от чего сегодня в автоиндустрии страхуют? Если говорить о страховании непосредственно автомобиля, то, конечно же, речь нужно вести о договоре автокаска. Но на сегодняшний день до сих пор бытует мнение у наших автомобилистов, что и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств... То есть она спасает от всего? Да. То есть, как говорят в обиходе, это автогражданка, это тоже страхование автомобиля. Но я хочу сказать, что это заблуждение. Почему? Потому что по автогражданке или договору внутреннего страхования страхованию подлежит только лишь гражданская ответственность владельца перед третьими лицами. Исключение может составлять лишь договор комплексного внутреннего страхования, поскольку он сочетает в себе два момента. Это и страхование гражданской ответственности, и страхование непосредственно автомобиля при наступлении дорожно-транспортного происшествия. Поэтому вот эти тонкости я бы хотела отметить. Я, к примеру, решил застраховать свой автомобиль. Вот расскажите инструктаж, с чего начать? Вопрос, казалось бы, простой, но, как выяснилось, с ним многие сталкиваются. Если вы хотите застраховать свой автомобиль, ну, я так полагаю, что, наверное, речь идет про автокаска, потому что если это договор внутреннего страхования, то приходит клиент в страховую компанию, подает заявление, уплачивает страховую премию и, соответственно, получает договор. Если же мы говорим о договоре автокаска, то нужно, наверное, определиться сначала с приоритетами. То есть, что бы ты хотел видеть в данном договоре? То есть, определиться с условием страхования, с какими рисками этот договор должен быть, с территорией покрытия и так далее. Ну, а, естественно, чтобы все эти моменты были учтены, нужно обратиться в Белгострах, и мы, естественно, с удовольствием поможем сделать правильный выбор. Ну, хорошо. А какие основные продукты по добровольным видам страхования можно предложить автовладельцам сегодня помимо автокаска? Я думаю, что с автокаской каждый в индивидуальном порядке, придя к вам в офис, разберется. Ну, достаточно квалифицированные специалисты работают в Белгострахе, поэтому, естественно, они помогут разобраться. Тем более, если есть какие-то уже определенные предпочтения, то выбор будет достаточно быстрым. Но если рассматривать другие страховые продукты, то есть не говоря уже про автокаска, то, конечно, спектр тоже достаточно широк. Все зависит от приоритетов и предпочтений. То есть если наш клиент захочет, например, обеспасить себя, то есть свою жизнь и здоровье водителя, то есть себя, да, я водитель, и своих пассажиров, которые находятся в автосалоне, то мы предложим добровольное страхование водителей и пассажиров от несчастных случаев. Если, например, наш клиент захочет застраховать свой лимит ответственности при выезде за пределы, например, Республики Беларусь, да, потому что все мы знаем, что по автогражданке установленный лимит ответственности на территории каждой страны, он свой. Вот, и если ты выезжаешь за пределы Республики Беларусь, ты боишься о том, что ты попадешь в непредвиденную ситуацию и могут возникнуть определенные сложности, мы предложим увеличить лимит ответственности до определенного размера. Соответственно, это будет добровольное страхование владельцев автотранспортных средств. То есть добровольное. Вот. Если же, например, человек часто путешествует, часто использует свой автомобиль, да, и захочет предотвратить наступление нежелательных расходов, то мы предложим технический ассистанс. То есть, еще раз повторю, спектр достаточно широк, обширен, любые вкусы мы постараемся удовлетворить в полной мере. А это все хорошо и прекрасно, когда автомобиль застрахован, но давайте смотреть все-таки жизни и реалиям в глаза. ДТП, ну, бывает так, случаются. Да, конечно, к сожалению. К сожалению, да. Куда бежать? Где просить помощи, Дмитрий? Я так понимаю, что этот вопрос... Можно адресовать мне. Этот вопрос к вам. Вот в какую страховую компанию следует обращаться потерпевшим в ДТП, например, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств? Здесь потерпевший может выбрать сам. Он может обратиться либо в свою страховую компанию, где заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности, либо в страховую компанию, где заключил договор обязательного страхования, виновник ДТП. Хотелось бы узнать детали, потому что, когда человек попадает в подобную ситуацию, то, согласитесь, здесь еще и срабатывает, скажем так, эмоциональный сектор. Скажем так, холодность разума отключается, у человека паника и истерика, ему, безусловно, как-то надо помочь. Чем вы сможете помочь, скажем так? Как в этой ситуации? Ну, кроме того, что успокоить. В этой ситуации человека мы можем разъяснить, в принципе, в течение какого времени он может получить возмещение, рассказать ему, когда будет производиться осмотр. То есть полностью дать ему всю информацию, касающуюся выплаты страхового возмещения, как она будет производиться, какой он получит ущерб, ну, как бы... То есть, я так понимаю, в любом ДТП все вопросы, они решаемые? Все вопросы, они решаемые. А можно ли выделить, скажем так, горячий сезон для сотрудников вашей службы? Горящий сезон, это, как правило, зимние месяца. Декабрь, январь. Скорее всего, это связано с суровыми зимними условиями. Что можно считать страховым случаем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев? Ну, здесь можно считать факт причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевшего в результате ДТП. А если виновник заключил комплексный договор страхования, то и транспортному средству виновника ДТП. Простыми словами говоря, выплата страхового возмещения производится по полису виновника потерпевшему. А если у виновника есть комплексный договор, то ему за транспортное средство тоже возмещается ущерб причиненный. Вы знаете, опять-таки, сценарии развития событий в том или ином ДТП бывают совершенно разные. И вот, ну, встречаются случаи, когда виновник скрылся с места ДТП. Как быть? В этом случае автовладельцу нужно в первую очередь вызвать на место происшествия ГАИ, получить с места ДТП справки, после этого обратиться в страховую компанию, где он заключил договор автогражданской ответственности. Страховая компания, в свою очередь, направит запрос компетентные органы и после получения ответа, в случае установления виновника ДТП, страховая компания произведет выплату страхового возмещения потерпевшему. Вы сказали, в случае, если виновник установлен. Да, если виновник будет установлен. То есть бывают такие ситуации, когда виновное лицо не установлено? Да, бывают все-таки такие ситуации. К сожалению, и эти ситуации не единичны, когда виновное лицо не устанавливается, гражданская ответственность не возникает, и страховая компания не может возместить потерпевшему ущерб. Я бы хотела добавить, что вот в этот момент как раз-таки договор автокаска и решит проблемы данного человека. Потому что, еще раз повторим, страхование гражданской ответственности – это ответственность, а договор автокаска – это страхование имущества, то есть конкретного автомобиля. Поэтому как раз-таки если виновник, например, скрывается с места ДТП, то потерпевший остается ни с чем, даже имея договор обязательного страхования гражданской ответственности. В данном случае это вообще не работает. А вот если есть договор автокаска, тогда он может смело идти в страховую компанию и обращаться до выплаты страхового возмещения. Вы знаете, достаточно часто можно услышать, скажем так, еще такой момент. В некоторых случаях ДТП, вот говорят, проблему могут решить 400 евро. Ну, не вызывая, я так понимаю, сотрудников госавтоинспекции, давайте разберем вот детально. Потому что, с одной стороны, вроде бы и такое очень заманчивое предложение. Ну, все, 400 евро и никаких документов, ну, как бы все. Проблема исчерпана. Но есть, наверное, еще и какие-то подводные камни. Давайте я по этому вопросу расскажу. С 1 июля 2010 года в Республике Беларусь появилась возможность самостоятельно оформить ДТП у автовладельцев по бланку извещения. Значит, ну, это, опять же, возможно при наличии следующих одновременно действующих обстоятельств. Когда в ДТП вред причинен только транспортным средствам, когда в ДТП участвовало только два транспортных средства, даже в случае остановки или стоянки одного из них. Когда у водителей имеются действующие водительские удостоверения соответствующей категории, имеются договора обязательного страхования гражданской ответственности действующие, обстоятельства и наличие повреждений не вызывает сомнений и разногласий у участников ДТП. Участники ДТП не находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ну, и также участники ДТП согласны, что вред причинен в размере до 400 евро. В данном случае, после составления бланка извещения, заполнения, автовладельцы, потерпевший может обратиться в страховую компанию за страховым возмещением. Но, опять же, в случае, если у автовладельцев вызывает сомнение, скажем, затруднение заполнения этого бланка извещения, они всегда могут обратиться в филиал Белгостраха по Гомельской области по адресу Полевская, 16А, или проконсультироваться по телефону 33 17 53. Ну, конечно же, если они являются страхователями Белгостраха. Ну, вот все-таки, всегда ли эти 400 евро спасут или стоит лишний раз подумать и взвесить все за и против, стоит ли идти на эти условия? Да, как я уже говорил, одно из условий автовладельцы должны учитывать, что выплата будет производиться только в размере, не превышающем 400 евро. Поэтому они должны взвесить, действительно, этот ущерб составит эту сумму. Если же им не хватит этой суммы, тогда обязательно нужно вызвать компетентные органы. Опять же, бывает случай, когда при заполнении бланка извещения выясняется, что у одного из автовладельцев не оплачена вторая часть страхового взноса и не действует договор страхования на момент ДТП. В данном случае, случай не может быть признан страховым и выплата не будет производиться. Поэтому, прежде чем заполнять бланк извещения, нужно проверить, посмотреть документы, сроки действия, наличие всех необходимых документов, взвесить все за и против, потом заполнить извещение и уже обращаться в страховую компанию. Причем проверить документы у обеих сторон, то есть как у причинителя вреда, так и у потерпевшего. Да, бывают даже случаи, когда срок действия водительского удостоверения окончился, владелец не обращал внимания, ездил там еще месяц, два, три, и потом, когда попал в ДТП, уже этот момент установился, выявился. Вы знаете, автомобильная тема, тема страхования автомобилей, ну не только автомобилей, а в принципе, она может продолжаться бесконечное количество часов. Наш же добрый вечер ограничен рамками, поэтому эти аплодисменты вам. Спасибо. Я думаю, что мы с вами еще не единожды встретимся каким-нибудь добрым вечером в этой же студии, для того, чтобы поговорить не только о страховании автомобилей. Ну, подытоживая и завершая сегодняшний вечер, который, напомню, посвящен Дню Автомобилистов, Ольга, хотелось бы спросить еще, скажем так, задать такой вопрос. Со стороны госавтоинспекции, чем будете радовать участников дорожного движения в День Автомобилиста? Завтра у нас запланирована акция, автопати, мы ее проводим с радио Гомель-ФМ. Так что, с часу до двух всех наших автомобилистов призываем настроить эту радиоволну, прислушаться, узнать, где находится автомобиль ДПС, подъехать, ответить на три вопроса по правилам дорожного движения. Вопросы будут сложные? Ну, я думаю, для автомобилистов не заставят труда. И получить приз от ГАИ. Отлично. Ваши аплодисменты, друзья. Мне остается поблагодарить всех гостей за участие в программе. Не бойтесь выезжать на дороги, главное, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, будьте взаимовежливы и уверены, что тогда у нас с вами все будет не просто хорошо, а очень хорошо. Завтра будет еще один вечер, он, безусловно, будет добрым. А на сегодня все. Всех люблю, обнимаю, целую. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!